у нас в израиле гость приветствую жителя азербайджана города баку режиссера асифа абрамова ну во первых режиссер это не совсем еврейская горской еврейской профессии выбить как ты дошел до жизни такой я с детства мечтал вообще стать человеком искусству у нас семье вообще нет или искусство просто тело пел хорошо у него был хороший хороший голос но какие-то эти были в крови я как бы предпосылки я был против того чтобы я стал решим это вот иди выбери какую-нибудь еврейскую профессию станет на этом бизнесменом врачом юристом на худой конец музыкантом его нет я стану режиссером поехал саратов поступать экономистский институт хорошо поехал специально завалился решил поступить в театральный обучился в саратове как театральный режиссер приехал баку пошел на телевидение кино еще не снимали у нас как бы застойные времена были и постепенно постепенно шел кино к мечте своей но вообще как я почему такая мечта стать киновичем появился откуда когда я учился в школе я жил хачматском районе азербайджана у нас снимали приехали киношники из баку снимали художественный фильм боль молочного зуба и я учился по моему то ли в седьмом то ли восьмом классе зародилась идея написать письмо режиссеру чтобы я тоже хочу сниматься кино я очень люблю кино если можно пожалуйста меня снимите в кино написал поехал в гостиницу их не было не были на съемке оставил письмо там внизу и ждал день-два не злое настроение испортил вдруг один прекрасный день ко мне звонят асифа абрама можно да вот мы как раз здесь снимаем фильм в школе средней школе нужен друг главного героя а я сразу быстро делся до искупался придушился намолился все и в гостиницу приехал посмотрели проверили понравился я им поехал и начал сниматься и мне понравилась эта профессия очень вообще я мечтал с детства стать режиссером вот приехал баку как я сказал на телевидении работал потом постепенно кино у нас стало возрождаться снял сперва детские фильмы 10 детских фильмов я снял и все же почему режиссером они актером все же начиналось то что хотел сниматься и как ты вдруг оказался по другую сторону камеры я хотел снимать просто хотел быстрее подойти к этому чтобы попасть в эту колею ведь в юности все-таки более свойственно ходить сниматься хотеть быть на экране от а ты выбрал профессию что тебя в лицо то наверное не знают нет мы не знают или некоторые до боку знают но мне почему-то всегда нравилось быть за камерами не в кадре потому что я видел себя как режиссера как того кто придумывает снимает эти сцены а не играет но многие говорят что я неплохой актер потому что не именно специально а чисто случайно и мне пришлось моих двух сериалах сняться это как в первом сериале должен был прийти актер он должен был играть участкового и так случилось что он снимался в другом сериале не успела в другом конце города снимали у нас время идет режим скоро будет темнеть и форма ему было на месте текст я знал потому что я работал сценаристом я же его писал дайте говорю мне это самую форму я сам одену и сам снимаюсь как все и а форма была большая опять так как тебе будем снимать вот сзади не снимайте сзади со шпильками закрыли мне эту рубашку брюки все только передний план я начал играть чтобы главное чтобы сцена цена а во втором сериале значит то же самое было там должен быть мы снимаем сцену где убивают одного из героев следственная группа приезжает следователь следователь напился актер телефон закрыт ну люди искусства не целый день звоним не как уже режим уходит место занято деньги идут что делать быстро поехали привезли костюм одел и сыграл это сам с одного дубля до из за спиной за камерой стоит актер который должен тоже играть год а как это мы снимаемся с пяти дубля ты с одного я знаю лучше сына и чем вы поэтому мне быстрее пришлось вжиться в роли я как бы получилось вот так вот сейчас мы я недавно закончил сценарий над очень хорошим работали сценарием называется цвет крови психологически хороший хорошая вещь сейчас ему в поисках спонсора даже я вот то что я как бы заметил я работал в турции я отправил некоторым турецким продюсерам режиссерам очень понравилось вот сейчас хотим летом именно как бы над этим фильмом поработать это именно фильм а не сериал это нет это полнометражный художественный фильм он его можно дон очень хороший хорошая тема сюжетная линия даже фестивальная такая линия есть называется цвет крови вот сейчас мы закончили над этим сценарием вот дай бог если как-то спонсор сейчас немножко трудные времена да и кризисе везде везде во всем мире но я думаю у нас нам повезет мы найдем спонсор и его снимем предваряя то что ты сказал что ты работал в турции я когда готовилась к нашей сегодняшней беседе я посмотрела какие-то твои работы и обратила внимание что сериалы которые ты снимал я конечно их не понимала о чем там речь но картинка очень похожа на турецкие сериалы это потому что тебе так это нравится эта стилистика или потому что публика это любит нужно работать на рынок у нас в азербайджане все каналы последнее время показывают турецкие сериалы значит чисто психологический зритель привык к этим сериалам российский сериал российское кино нас забыли уже то что уже независимого государства все мы ближе к турции сейчас по этому пути идем поэтому я решил схитрить и за то что я еще практиковался в турции я в это в этой стилистике снял сериал и поэтому его сразу полюбили понимаете музыка была в этом стиле написано кадры игра актеров поэтому они как свое его приняли потому что они же привыкли смотреть зритель привык смотреть турецкий сериал они хорошие но я не говорю что мы на сто процентов снимаем так как в турции потому что там очень дорогие сериалы у них деньги большие тратятся у нас сейчас пока еще не такие но да старался чтобы они были по схеме и по стилю похоже на турецкий сериал а не скучно снимать сериал вообще-то снимать полный метр полнометражное кино это интересно конечно сериал не скучно просто изматывает потому что все затягивается затягивается новый сценарий ради серии сюжет затягиваешь чтобы там дальше чтобы он а сейчас он не умрет потом умрет он живет все чтобы дай если конечно зрителю нравится ты его стараюсь затягивать что канал просят чтобы да чтобы рейтинг был снимая да да иногда надоедает хочется снимать полный метр чтобы снял полный метр кино зритель пришел кинотеатр посмотрел кому понравилось сказал, что да, хорошо снято. Кому не понравилось, сказал, что да, не понравилось. Или там, допустим... Вообще, искусство такая вещь, что 10 человек, если посмотрят одну картину, не могут все сказать, что хорошо. Это свое мнение. Если уже есть какой-то спор и какой-то самый разговор о фильме, значит, ты чего-то сделал. А если ничего не говорят о фильме, значит, он не получился. Я видела в Ютубе два клипа. Один в таком старинном стиле, очень интересный мне показался. И второй тяжелый, на памяти Гейдара Лейва. Есть еще? У меня достаточно 15 клипов. Раньше я работал, вот я говорю, в те времена, когда на канале я работал, был такой канал у нас ABBA. Азербайджан Бридкастинг Агенции. Там очень шикарный канал был. Вот на этом канале мне пришлось снять несколько клипов. Ну и рекламные ролики были. И я занимался документальным кино. Недавно я снял документальное кино ABBA. Есть такой головной убор женский, Келагаи называется в Азербайджане. Да, да, да. И это я, насколько поняла, по заказу ЮНЕСКО, да? Да, не по заказу ЮНЕСКО, это было по заказу Минкультуры Азербайджана, но когда наша первая леди поехала туда, его в этом зале показали среди этих документальных фильмов. Келагаи красочная вещь, она такая цветная вещь. Такие фильмы снимать лучше летом. А нам заказали снимать зимой. У нас есть такое место, Баскал называется, такой район, такое село. Мы поехали зимой, снег навалом, а картинка, она такая белая вся. Что делать? Надо выйти из положения, потому что фильм нужно снимать, потому что нужно снимать, потому что нужно ехать, нужно вести туда фильм. И мне, как бы, мы приехали в отель, я разместились там, и сразу ночью переделал сценарий, а на утро, я говорю оператору, давай снимать. А что снимать? Все белые, все. Я говорю, ничего, я взял эти келагаи, поселил на, там есть старинные двери, такие с узорами, на двери, на деревья, на снег, там, не знаю, на старинные там дома, здания. И очень классно получилось. Сперва они посмотрели, говорят, как это, келагаи же, природа, с природой связаны, там цветы, все, лучше его посетили. Им не понравилось, побоялись же, вдруг неправильно. Потом, когда посмотрели иностранцы, сказали, очень красиво, очень красиво получается. И потом они объявили благодарность, да, спасибо, неплохо, и отвезли этот фильм туда, и его там показали. Бывают такие случаи, потому что искусство, оно не любит границ, понимаете? Нужно всегда фантазировать, нужно искать какие-то более новые, как и варианты для съемок. А вот говорят, есть конкретные азы, допустим, Станиславский поставил, что вот актер должен, допустим, не выходить из кадра, он должен вот это говорить. А сейчас кино, он как бы меняется, обогащается. Допустим, был такой термин, тоже, по-моему, Станиславский сказал, если ружье висит на стене, она должна выстрелить. Да, в пьесах чехов. Да, но сейчас уже от этого отходит. Он может играть и роль просто декоративного, чего-то декоративного, или действительно может выстрелить. Потому что сейчас не зацикливается над чем-то, поставили какие-то каноны. То, что вот видите, американское кино, турецкое кино, за последние 30 лет у них в 60-70-х годах только не было кино вообще. Они очень пошли вперед, потому что они начали развиваться, они начали посылать своих религистеров, своих операторов в Америку, в европейские страны. И за короткое время у них их кино поднялось. Потому что когда есть новые специалисты и новые операторы, новые режиссеры, которые смотрят на жизнь по-новому, уже что-то новое происходит. К сожалению, сейчас у нас тоже возобновляем трудно, потому что режиссер хочет снимать. Ему не важно, откуда деньги. Находит продюсер, там, не знаю, организация. Ему нужно, чтобы были деньги. И не важно, чтобы сколько их было. Чтобы их хватило, чтобы актерам заплатить, на площадке, чтобы декорация стояла, чтобы, если нужна кровь в кровь, пожалуйста, машина, чтобы перевернулась. То есть чтобы хватило на воплощение идей, да? Да. Вот мы сейчас с удовольствием, я очень хотел, чтобы и наше еврейское кино тоже было. Чтобы наши еврейские бизнесмены, главные люди, тоже обратили внимание на наше кино, и было еврейское кино. Потому что я вот приехал в Израиль, я так замечаю, что в Израиле кино не очень такое на уровне, как в других странах. но хочется, чтобы еврейское кино тоже было на первом месте. Несмотря на то, что во всем мире в киноистории евреи все равно, все режиссеры, все актеры, да, да, все известные личности евреи. Но они как бы работают как бы компактно. Но чтобы Мадеин, это как бы чтобы было все еврейское, пока этого у нас нет. Я очень мечтаю, чтобы было так. Чтобы наше кино, не обязательно, что там еврейская тема должна была быть. Что группа еврейская сняла, там, не знаю, компания еврейская сняла, какой-то фильм. Было бы хорошо. Чтобы наше телевидение, потому что мы всегда были на высоте, и я думаю, что всегда будем на высоте. Творочных успехов и воплощение мечты. Пусть у нас будет еврейское кино. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok